Такой паттерн в разработке, event bus. Ну, bus это не автобус, я автобус нарисовал, но это не автобус. Bus это шина имеется ввиду. То есть, типа, шина событий. В чем смысл? В том, что вы создаете некий, ну, назовем его объект, который каким-то образом может... как бы вызывать, ну, генерить какие-то ивенты, и другие объекты могут подписываться на эти ивенты и, ну, слушать эти ивенты. Что он умеет делать? Он дает нам некий такой интерфейс, позволяя эмитить события. Ну, это как триггерить события, либо эмитить события. То есть, некая функция, которую мы можем вызвать, и она скажет, что вот событие произошло. То есть, мы как бы влияем на происхождение событий. То есть, если брать аналогию с кнопочкой, да, там, на странице, у нас там есть какая-нибудь кнопочка. Ну, обычный там баттон, да, html-евский. Мы можем у него подписаться на онклик. Ну, там, маус-мув там. Ну, короче, все вот события, которые могут произойти на кнопочке. Ну, или там input, там то же самое. Все события там на input. Ну, типа там keydown, keyup там и так далее. Так вот, когда мы, ну, как пользователи, берем там мышку, нажимаем на кнопку, браузер триггерит некое событие. То есть, он видит, что мы нажали, он на вот этом элементе вызывает, ну, как бы эмитит это событие, которое, типа, мы вызвали, так сказать. И все, кто подписан на это событие, они, ну, соответственно, триггерятся там и вызывается функция. Ну, наши обработчики, если мы там через Ediment Listener подписывались на клик на кнопочке, либо через просто там вот так, он клик равно, ну, там, ватнам. Он клик равно function. Вот, но мы это же самое можем делать программно. То есть, нам не обязательно кликать на кнопочку, чтобы сработал вот этот обработчик. Мы можем взять эту кнопочку, ну, найти ее на страничке, там, да, в JavaScript, вытащить, и потом вызвать на ней вот так вот клик как функцию. При этом мы, как бы, симулируем нажатие этой кнопочки пользователем. То есть, он ее фактически не нажимал, но мы ее нажали через код, соответственно, сработают все обработчики на этой кнопочке. Так можно делать, ну, на любом элементе. И, да, ну, это про то, как в браузере это все работает. То есть, он, по сути, использует вот этот некий event bus для каждого элемента. То есть, каждый элемент может, на каждом элементе можно имитить некие события. То есть, ну, это выглядит примерно вот так. Эмит, то есть, некая функция, да, там, которая позволяет нам воспроизвести, ну, что событие произошло, эмит. И мы передаем, собственно, с самого названия события, например, клик. То есть, вот это, это аналогично вот этому клику. То есть, что делает вот эта функция клик? Она эмитит события клик. А, эмитит. Что? Значит, эмитит. Эмитит, ну, как воспроизводит, там, я не знаю. Повторяет? Не, не повторяет. Эмитит, эмитирует? Ну, как эмитит. А триггерит это что? Что-что? Триггерит. Ну, триггерит тоже, как бы, ну, срабатывает. То есть, ну, запускает срабатывание этой функции, да. Ну, да, сложно на русском немного. Генерировать переводчик переводит. Да, ну, генерировать тоже, как бы, не сильно русское слово изначально. Ну, короче, да. Это все, как бы, об одном и том. То есть, есть некое событие, и одна сущность, как бы, порождает это событие, а другая, ну, следит за этим событием. И когда оно порождено, она как-то это обрабатывает. Вот, например, вы там дорогу переходите, светофор, он там эмитит включение какого-то цвета, то есть, он включает там зеленый, и вы там триггеритесь и начинаете идти на зеленый. Типа такого. То есть, вы там подписываетесь на, ага, когда будет зеленый, и там выполнить. Ну, там, идти, начали идти. Вот, типа такого. Вот, это касается на браузера, но, ну, вот эти кнопочки там и все такое. Мы еще к этому вернемся. Сегодня, я думаю, мы попробуем чуть-чуть прописать фото для LinkedIn. Кидына, по поводу шины событий. Она нам позволяет эмитить любые события, то есть, мы можем, ну, вызвать функцию, вот она всегда вот так называется. Ну, то есть, мы ее так называли, то есть, мы можем сами собрать этот шаблон, ну, шаблон, как бы, вот, кусочек хода, который, ну, повторяется от программы к программе и, ну, решает какую-то типичную задачу. И мы можем, как, например, один раз его написать, использовать на одном проекте, потом на другом, там, и так далее. Либо можем просто взять какую-то библиотеку, которая уже реализует этот шаблон, и использовать ее. Вот. Это по поводу шаблонов проектирования, там, еще будет про эту тему. Это конкретно сейчас про EventBus, он позволяет эмитить события, то есть, тут неважно, оно по-разному может называться. И оно позволяет подписываться на события, то есть, некая, там, функция, например, ну, subscribe, не знаю. Либо add event list, ну, это, ну, аналогично, по сути. То есть, некая функция, в которую вы можете передать название события, на которое вы хотите подписываться. Ну, там, текст, например. И функцию обработчик, или, там, функцию callback, которая должна выполниться, когда выполнить это событие. Ну, то есть, аналогично тому, как вы подписывались, там, нажатие кнопочек, там, и так далее. Тут то же самое. То есть, есть две функции. Одна триггерит события, одна подписывается на эти события. И вы можете, как сами, вот это вот, ну, этот паттерн реализовать, ну, просто на JavaScript, написать там какой-то объект, у него там метода. Этот метод, ну, вот этот метод, он, например, вот эти функции, которые вы передали, сохраняет у этого объекта где-то там какое-то свойство. Например, там, там, handlers. Handlers. И оно выглядит, например, это array, в котором вот такие вот объекты. Event. Ну, это типа название event. Click. И Callback. Ну, некая функция, которую мы передали. Ну, и там этих объектов может быть много. То есть, я каждый раз, когда делаю subscribe на этом объекте, я ему передаю, ну, в subscribe передаю название события. Ну, тут клик, может быть, ну, что угодно, там, пользователь залогинился, там, пришел какой-то там ответ с сервера, там, я не знаю, пользователь, там, ну, там, страница загрузилась, там, неважно, любые события. Как какие-то стандартные, ну, по типу, там, кликнули на кнопочку, или что-то еще, так и ваши, там, кастомные, любые, там, типа, там, ну, там, игрок выиграл в игру, или игрок проиграл, или там, что-то еще, там, неважно. И, собственно, callback, то есть, та функция, которую надо вызвать, когда произойдет это событие. То есть, вы не сразу ее вызываете, вы говорите, вот, когда произойдет вот это событие, вызови вот эту функцию. EventBus такой, ага, окей, и сохраняет вот это вот сюда. То есть, сохраняет, что, когда будет event клик, вызвать вот этот callback. Кто-то еще подписался. Он сюда добавляет, ну, массив добавляет еще один event. Там, ну, тоже там клик, например. Или там, ну, любой другой может быть. Ну, там, callback такой-то. Еще добавили. Кто-то еще подписался, там, на mouse move, например. Mouse move. Ну, точнее, event. EventMouseMove. Callback. Какая-то функция. А потом, в какой-то момент времени, вам надо, ну, вызвать это событие. Программно. И вы вызываете вот, ну, функцию, ну, я ее назвал emit. Вызываете emit и передаете то событие, которое, ну, произошло. Ну, вы говорите, что вот оно произошло. Произошел клик. Я передал туда клик. И потом вот эта функция emit. Она обращается к вот этому хендлеру. Проходит там for each, например, по всему. По всем вот этим. И ищет у кого клик. У этого клик. У этого клик. Там. Ага. Значит, надо их вызвать. И берет и вызывает вот эти функции. Для вот этого callback. И для этого callback. При этом mouse move, ну, остается лежать. Там он не вызывается. Когда вы напишите need mouse move, он опять пройдется по всем. Клики там нужны. Он найдет mouse move, вызовет для него callback. Это вообще хранилище для всех. Да, это как хранилище для ивентов. Для хендлера. Для ивент-хендлера. На котором вы можете вызвать, ну, сымитировать событие. И из этого хранилища все, которые попадают под это событие, будут вызваны callback. Вот. Ну, и, собственно, где это можно использовать? Как вариант вы могли бы сделать... Да. Они хранятся вместе? Ну, я имею в виду, им это понятно, на себе я там побежал. А имитатор этот, который... Имиттер. Он отдельно уже, правильно, вызывается? Он вызывается отдельно, но он подвязан на этот же объект. Ну, как вариант. Это, опять же, можно по-разному реализовать. Ну, как самый простой. Ну, можем сейчас попробовать реализовать быстренько. Посмотрите просто, как это выглядит в коде. Может, станет чуть более понятно. И еще раз берем... Сейчас... Сейчас... Можно вопрос? Да. Ты говоришь, что киотеку на JS-экшен? Можешь ли ты еще? Ты говоришь, что можно язык на просто на JS-экшен, также пользуясь библиотекой... Ну, это как бы в целом, я не конкретно про EventBus сейчас говорил. Это в целом про паттерны различные. То есть, ну, помимо EventBus, их там дофига разных еще есть. Я думаю, мы в процессе еще там пара другие поговорим. И некоторые библиотеки в той или иной степени реализуют часть каких-то паттернов. Ну, там, например, Angular реализует там вот этот Inversion of Control, про который там чуть-чуть просолят. Когда мы говорили, там один из принципов был про инверсию зависимости. Ну, я вам про него особо не рассказывал. Но вот Angular, он реализует этот паттерн. В том числе там Angular реализует Single Tone паттерн. Это когда, ну, у вас есть какой-то некий класс, но его сущность может быть только одна. То есть, вы не можете создать две сущности этого класса. Типа такого. Вот. Ну, а это вот EventBus. Так, ладно, давайте сейчас попробуем его реализовать. Сейчас просто на JavaScript, а потом посмотрим, как... Ну, в jQuery это уже есть, он готовый, в принципе. То есть, что нам нужно? Нам нужен, ну, некий объект. То есть, я пока просто в виде объекта создам. У него будут хендлеры. Хендлеры. Массив. И у него будут два метода. Emit. И subscribe. Ну, или давайте EventBusiness. Если хотите. Не. Subscribe. Я напишу вот так. Subscribe у нас будет тоже функцией. Пока понятна запись, да? То есть, это просто объект. EventBus я создал. У которого есть свойство Handlers, которое хранит пустой массив. И у него же есть еще два свойства, ну, или два метода пустых пока что. Emit и subscribe. То есть, название просто, ну, абстрактное. Я вот такие выбрал. Вы можете по-другому назвать. Что у нас будет делать Emit? Он будет принимать название ивента. EventName, например. И что-то там делать. Пока мы его не реализуем. А subscribe будет принимать тоже название ивента. И callback. Callback это функция, ну, типа как... Функция, которая вызовется потом, после какого-то события. Они называются callback. То есть, это просто обычная функция. Что нам нужно сделать? Нам нужно каким-то образом сохранить наш callback в хендлера. Ну, можно было хендлер назвать. Хендлер. То есть, функция обработчика. И здесь мы возьмем наш thisHandlers. То есть, вот этот вот. И запушим туда вот такой вот объект, у которого будет eventName. То есть, вот это свойство, название свойства, да. А это значение. Вот оно отсюда возьмется из аргумента. И еще он запушит туда хендлер. Ну, тоже. Так же назову, аналогично. Хендлер. 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 Вроде все. Пока понятно. То есть, мы реализовали функцию, которая принимает на вход строку и функцию другую. И эта функция subscribe кладет эту строку и функцию в виде вот одного такого объекта в наш массив хендлера. Syntaxis, ну, аналогичен addEventListener, да. То есть, там вы передавали название ивента, типа click, там, mouse, move и так далее. И функцию, которая будет вызываться, когда этот ивент сработает. И теперь нам надо реализовать emit. Что будет делать emit? Emit возьмет все вот эти хендлеры, которые у нас есть. И, ну, можем пройти по всем, типа, там, for each написать, пройти по всем, сравнить, что у них, там, event name совпадает с тем, который мы передали, и, там, повызывать. Но проще будет фильтрануть их сразу. То есть, мы напишем фильтр. Что? Что? В this event bus будет, когда я вызову этот самый. То есть, event bus.handlers.filter. Что? Да. Окей. Финкшн. И фильтровать мы будем по... Там, handler. То есть, вот, мне для каждого элемента прилетит handler. И я верну true, когда handler равен... А, handler точка. То есть, это вот этот вот прилетит от такого плана объекта, у которого будет event name, handler.fn. Я у него возьму event name. И проверю, что он совпадает с event name, который был передан в эту функцию. Таким образом, я отфильтровал все хендлеры с нужным мне event name. И теперь мне остается их повызывать. То есть, вызвать вот этот хендлер fn, который там хранятся. Для этого я сделаю for reach. И передам еще одну функцию. Тот же объект, только уже все отфильтрованы, которые нам нужны. И... Видно вам или увеличить? Видно. Окей. И теперь на этом хендлере я вызову handler fn. Вот эту функцию. То есть, здесь у меня функция хранится. Я же передавал функцию, да? Ну, предполагаю, что буду передавать функцию. Сохранил ее в это свойство. И теперь это свойство вызываю, ну, круглыми скобками, вызываю его как функцию. Потому что, ну, там будет функция храниться. И таким образом я ее вызову. Ну, все вроде. Давайте проверим. Что теперь я делаю? Я пишу event boost.handler. Давайте проверим, что они пустые сейчас, да? Хендлеров нет. Теперь я возьму и добавлю новый хендлер. Я напишу subscribe. Напишу... Ну, давайте клик. Ладно. Клик. И передам функцию, в которой я делаю там консоль. Log. Кли. Кет. Вот так. Ой. Скубочка. Скубочку не закрыл. Нет. Сейчас. А, здесь еще. Так. 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 Вот так. Вот. Я вызвал event pass subscribe. Передал туда клик. Ну, типа название события клик. И функцию callback на клик, которая просто увидит в консоль кликет, когда произойдет клик. Теперь, что у меня в event pass handlers. Ой. Event pass handlers. У меня здесь уже появился первый мой обработчик. Вот, можем посмотреть. То есть, это все еще массив, но там уже лежит объект, у которого есть event name click. И вот этот handler fn, это наша вот эта функция с консоль логом. Тут ее, по-моему, нельзя посмотреть отсюда, ладно. То есть, что мы можем посмотреть вот так вот. Взять, достать ее и достать саму функцию. Handler fn. И вот мы видим, что это консоль лог кликет, да. То есть, просто сохранилась эта функция. С вот таким вот именем. Теперь, теперь мы вызовем event pass emit и передадим туда клик. Что произошло? Сработал этот обработчик и вывел нам кликет. Давайте добавим еще один обработчик. Я опять вызываю event pass subscribe опять же на клик. Но функция будет выводить, например, кликет там 222. Ну, типа это новый обработчик, но то же самое событие. Добавили. Эмитим клик. И теперь у нас оба обработчика, видите, срабатывают. Давайте добавим какой-нибудь кастомный event. Custom event. Ну, кастомный event handler, да. И тут кастом, кастом. Добавили. Ну, в хендлерах у нас уже три хендлера, собственно, три объекта, да. Это два подписанных на клик и один подписанный на кастом event. И теперь вызовем, например, emit, ну, опять же, emit клик, если мы вызовем. У нас все еще два выполняются, потому что у третьего другой, ну, он на другой event завязан. Если мы вызовем emit custom event, то у нас сработает вот этот обработчик. Если мы вызовем вообще какой-нибудь там бред вот такой, ну, никакой обработчик не будет вызван, потому что, ну, на такой event никто не подписан. То есть, в принципе, вы можете триггерить, ну, или имитить ивенты, ну, которых никто на них не подписан. Это окей. Это то же самое, что вы просто создадите кнопку, будете по ней кликать, но не навесите никакого обработчика. То есть, она будет кликаться, ивент будет как бы рейзиться, ну, или имититься, или генерироваться, но ничего не будет происходить. Ну, и, соответственно, помните, мы еще рассматривали, там, add event listener был и remove. Remove, по-моему, да, event listener. То есть, типа, удалить event listener. То есть, тут вы тоже можете, в принципе, реализовать такую возможность найти нужный, ну, event handler и удалить его из этой же коллекции, ну, которую мы создали, чтобы он, ну, не рейзился повторно, там, в следующие разы. Вот. Это, как бы, вот такая базовая реализация шины событий на JavaScript. Но, в принципе, вы можете использовать, ну, вот в jQuery, если брать jQuery, вы можете... Ну, во-первых, мы разбирали, как подписываться на ивенты с помощью функции on в jQuery. То есть, вы, ну, по типу add event listener, опять же, то есть, вы берете какой-то элемент, а на нем пишете on, передаете название ивента и функцию callback. Также вы можете сами триггерить, ну, или, опять же, имитить эти ивенты, типа, программно. То есть, не обязательно кликать, можно вот написать триггер и написать... Кстати, что-то я функцию передал. Странно. Сейчас, я, видно, ошибся. Чутка. Так. Триггер. Триггер, триггер. Скинуть? Сейчас попробую. Вот. Вот это, да? Давайте я пэн создам. Триггер. Скину сばいк. триггер ладно просто проверим я возьму body и подпишусь на клик body click function вот и все просто подписался на body клик теперь когда я кликаю где-то у меня вот ну консоль пишется body клик но это когда я кликаю ну живу да но я могу за триггерить программ на это событие написать вот так триггер клик вот так и видите у меня body клик опять все триггерю body клик то есть я программно как бы нажал на странице аналогично можно делать и в нативном джаваскрипте когда вы берете обновим страничку вы можете взять ну страницу вашего документ body добавить advanced listener на клик ну ту же самую функцию например и когда я кликаю опять же вот она происходит то есть то же самое без без всякого джеку и когда мне надо триггерить я могу вот так написать документ body клик то же самое но в джек вере вы можете триггерить так как вы вызываете не ну напрямую вот так вот клик то есть вы не можете вызвать вот такое что туда но вы можете с помощью джек вере стригерить вот такой вот ивент такого с таким названием но с любым названием которое вам нужно то есть вы берете подписываетесь на ну там body он ну да я вам с body on кликом уже показал давайте теперь подпишусь на ивент my custom event 123 и там body 123 вот так то есть я подписался на некое событие с таким вот названием она никогда не произойдет в браузере само по себе на там чем не кликали потому что ну браузер о нем ничего не знает и не использует его сейчас на этих клик у нас все еще осталось body 123 должен вывести но я могу его стрелять с помощью jquery триггер то есть передав то же самое название стрелить тот хендлер на который я подписывался до этого да 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 то есть вы можете как бы свои вот такие ивенты создавать какие-то и ну там откуда-то их триггери куда-то слушать но это позволяет вам сделать менее связанную не знаю целом связанность от вашего приложения то есть может быть какой-то компонент который не ну ничего не знает об остальных но он знает что когда произойдет вот такое событие мне надо что-то сделать а другой какой-то не знает кто там будет на него подписан но он там имитит вот эти вот такие вот ивенты где-то можно завязать ну вот самый простой пример это вот задание со светофорами вы могли бы сделать некий такой таймер который будет каждую секунду например имитить какое-то событие ну например ну по типу вот такого давайте вот я сделал вот такое событие за давайте с ним же сделаем я напишу сет интервал панкшен и в этой функции я на баде стригерю и поставлю интервал там одну секунду теперь у меня вот каждую секунду триггерится вот этот ивент на который подписан но мы сделали подписку и он выводит в консолях баде 1 2 3 вы можете сделать таким же образом создав вот некий глобальный таймер который внутри вид вот эти секунды да там и сделать вот один светофор второй светофор там третий светофор и подписать их все на этот тайм ну на это какое-то событие там что время ну там время 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 они там отчитают что я такой раз там всем пришло сразу то есть они все подписались как только событие произошло они все получили как бы уведомление об этом и что-то сделали таким образом у вас один общий глобальный таймер который вы можете в любой момент выключить и все светофоры потухнут потом включили они все опять работают дальше и это позволяет вам их как бы синхронизировать то есть если вы будете не просто но имитить события ну просто вот абстрактные события там секунда прошла а вы можете дополнительно кидать еще какие-то аргументы то есть вы можете кинуть время например текущие можете просто считать вот ну вот как я сделал этот интервал я бы мог здесь поставить и плюс плюс считать просто один два три четыре пять каждый раз когда я триггерю дополнительно кидать этот аргумент ну вот всем кто подписался дополнительным приходит аргумент в виде числа им там происходит там 111 все этот знает что на единичке мне надо красный должен гореть этот знаешь зеленый должен гореть когда единичка а это там еще что-то делать потом там два три четыре он знает что когда дойдет до 5 надо переключиться на желтый а это знает что ему надо зеленых выключить ну такого плана они могут быть подписаны на разные значения ждать пока не произойдут что-то сделать то можно разные события бросать можно бросать одно и то же событие но параметризировать его по-разному таким образом ну подвязывать все новые какие-то ну сущности не не завязываясь на вот эти все остальные если вы сейчас писали в основном ну как я вам показывал делать одну очередь да то есть они все в одной очереди там знают не сказать а так можно так развязать вы распараллелить и в любой момент один можно отключить там подключить другой там ну и тогда то есть более гибкое получается решение вот вопросы по вот этой части есть единственный такой момент еще вот в чем такая существенная разница между тем что я вот вам с нуля написал только что эту шину и нативным вариантом с кликами там и так далее в принципе ну и из jQuery да что как jQuery так и нативные нативные ивенты ну джаваскриптовые они подвязаны обязательно под какой-то элемент на странице html то есть здесь в данном случае я на базе их триггерю можно там на документе триггерить ну нативном то же самое то есть вы обязательно подвязывайтесь под какой-то html элемент ну потому что типа в браузере это шина события она ну строго завязана html элементы они для этого она была создана то есть обслуживать там html элемент поэтому в отрыве от html элементов вы не можете а если вы все-таки хотите то вы можете создать свою совершенно изолированную использовать ее